Добрый день, друзья! Меня зовут Амир Уэтмен, я президент клуба молодых бизнесменов. Мы сейчас в гостях у Андриана Кожакаро, владельца сети магазинов Darwin. Андриан, привет! Привет! Андриан, прежде чем мы начнем, хотелось бы в двух словах, чтобы ты рассказал, какая сейчас ситуация в целом у тебя, сколько у вас магазинов, сколько людей в команде, чтобы было проще и понятнее, что перед нами сидит успешный предприниматель и много уже добился. Успешность определяет, наверное, должны определять другие, то есть себя я успешным называть не хочу, я расту, стараюсь расти всегда. По состоянию на момент у нас 42 магазина, из которых 27 или даже 28, уже не помню, это брендом Darwin и есть еще партнерские под брендом Orange. По людям порядка 250 человек, из которых 70 в офисе и, соответственно, 180 в продажах. Сколько лет уже компании? Ну, мы в этом году 16 марта 4 года бренду, то есть это бренду, потому что компания, в принципе, мы были Connect, мы потом там рассоединялись и так далее, да, то есть мы создавали новую компанию, новый бренд, но с частью старой команды. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот твоя ключевая компетентность? Ты любишь руководить, ты любишь создавать новые проекты, то есть тебе больше нравится маркетинг, продажи, управление, вот в чем твоя сила, ты считаешь? Ну, я однозначно маркетолог, то есть и в душе, и я больше люблю и креативить, и такой, я художник, то есть мне не хватает, наверное, где-то там системности, там какого-то там человека, который закончил физмат или, то есть я больше вот так, креативно, художник и так далее, но по долгу работы, то есть я научился быть и организованным, и системным, и надеюсь, что это у меня получается как бы неплохо, но в этом это моя, скажем, вот слабая сторона, то есть сильно это маркетинг и так далее. Ну, вот как-то так. А вот есть проекты маркетинга, которые вы делали, которыми ты гордишься, и вот чем они тебе нравятся? Какие успешные проекты маркетинга вы делали? Ну, много проектов было реально, которые... Но они из самых ярких? Ну, это фестиваль красок однозначно, то есть мы... А чья идея, почему вы решили сделать именно это? Вот там история такая интересная, то есть в принципе мы решили при старте, когда мы открывали первые магазины, мы приняли решение делать это в какой-то необычной форме, не просто там открыть магазин и навесить шарики, и написать «мы открылись», да, а сделать что-то необычное. И начали появляться идеи, мы тут брейнстормили, и появились как бы... Одна из идей это была именно вот разбрасывать вот эту цветную краску на открытие магазина, то есть сделать как такое, как... Флешмоб. Флешмоб, да, совершенно верно. И мы это сделали в центре на Болгарской, и у нас там есть на угол Штефана магазин, и была шумиха, там даже масс-медиа подключили, то есть мы реально обалдели от фидбэка и от эффекта этого. И после этого, через какое-то время мы подумали, почему бы это не как бы поддержать, не масштабировать и не создать из этого, ну, что-то большее. То есть, и вот мы пришли к тому, чтобы сделать отдельный эвент, и мы его сделали три года назад, первый раз. И мы сразу собрали почти десять тысяч, да, на площади 501 или национальной. И первый кто выступал? Айтиби, вот этот легендарный как бы диджей, он очень серьезный, он стоил нам дорого, это вообще, я даже до сих пор не понимаю, как мы... А вот это, ну, как бы билеты были платные, правильно? Да. То есть, вы вошли в плюс, либо это как, это чисто было... Нет, мы ушли в хороший минус, там, порядка, не знаю, там, 30 тысяч долларов мы потеряли в тот вечер, да. А цель какая была? Ну, цель была... Вы шли на концерты, на концерты зарабатывают деньги. Вы тоже устроили, можно сказать, концерт-шоу, но вы не заработали деньги. Смотри, у нас вообще задача бренда Дарвин и как бы часть ценностей, вообще как мы себя позиционируем, мы дифференцируемся, то есть от конкурентов мы делаем, стараемся делать то, что не делают другие, то есть постоянно ищем вот эти пути, то есть через маркетинг, через продукт. Мы там сейчас гаджеты там внедряем и очень... Это все дорого и не особо продается, не все продается, но мы тестим, это нас выделяет и, скажем, общий серый масс. То есть мы стараемся вот именно дифференцироваться от конкурентов, соответственно, вот этот фестиваль, красок, все, это была для нас возможность реально, чтобы люди увидели Дарвин, бренд Дарвин под другим углом, чтобы они его увидели с этой стороны. И нам реально удалось, потому что тот таргет, который приходит, пришел и приходит до сих пор на фестиваль, это тинейджеры, это молодые люди, которые они, по сути, транссеттеры, мы их называем. То есть де-факто они где-то и есть таргет, для которого мы коммуницируем, делаем нашу рекламу, потому что, например, в семье вот есть там отец, мать и дети там, и бабушки и так далее. То есть если принимается решение о покупке какого-то там телефона, там нового девайса, обычно дети являются инфлюенсерами, то есть они более углублены в технологии, они это знают. Поэтому их слушают и там, сынок, а что там сейчас модное, да? Ну там айфон или еще что-то, а где купить? А он у нас на фестивале был, ну в Дарвине. То есть, соответственно, есть какая-то логическая цепочка, которой мы вот через эти маркетинговые активности вот держим этот таргет в нашем фокусе. Некрасно. А вот получается, вы же при фестивале объявили, да? А в трех фестивале сколько человек было? Тоже, нет, где-то 8 тысяч, 8 тысяч, чуть меньше. Мы его сделали на Молдэкспо, там и площади меньше было. И третий? И третий это был в прошлом году, там тоже хедлайнер, то есть с диджей был не прямо там, мы хотели больше, но 10 тысяч почти тоже. То есть получается все три события, они были в минусе? Нет, нет. Скажем, во втором году мы потеряли, но меньше, там порядка 10 тысяч, а в прошлом году мы уже в плюсе. То есть мы сумели заработать, мы за счет того, что, ну здесь нюансы, то есть мы сумели организовать этот эвент более качественно. То есть мы уменьшили потери, мы сделали более качественно, например, там на самом фестивале мы продаем эту краску. В первом году мы там поставили одну какую-то палатку, там были очереди, давка, то есть реально мы продали, например, ну условно мы продали тонну краски, да? Да. 10 тысячам человек, на втором, втором году мы продали две тонны, мы поставили две будки, а в прошлом году мы поставили, по-моему, шесть и продали четыре тонны краски. За то же время тем же людям, понимаешь? То есть организация процесса позволила выйти как бы из минусов, ну вот как-то так. Классно. Ну, я как понимаю, планируется еще, ну четвертое. Ну, каждый год мы планируем. И здесь будет еще куча. В этом году мы... Тут будет быть в хорошем плюсе уже. Ну, посмотрим. Здесь спорно, почему? Потому что мы, например, в прошлом году был не очень дорогой диджей, а в этом году мы ищем реально какого-то классного, который... Зорвать горы. Ну, чтобы ты понимал параметр цен, например, диджей мирового уровня, который мы ищем, это где-то в районе 35-50 тысяч евро за два часа. Вы понимаете, что хотите заработать, потому что диджей надо работать. Да, за два часа, за два часа ребята рубят полтос и уезжают. Их... Ты для них чартер, у них райдеры, там и эш андона, все такое. То есть, ну... Бизнес-тренер, диджейский бизнес, оказывается, в мире... Ну, там есть топ-20, они реально там зарабатывают очень большие деньги. Скажи, а вот как вы оценивали, когда вы вкладываете совершенно много денег в фестиваль, когда вы устраивали флешмобы, насколько вот можно было посчитать, вот что вы вложили столько-то, и это конвертировалось в столько-то продаж. Вот есть какая-то статистика, и как его сейчас существить? Либо это наше ощущение. Это всегда сложно. Вы организовали... Иногда, казалось бы, все просчитано, и правильный креатив, и идея, и все, но в итоге там не получается того, чего ожидаешь. Тут есть какая-то последовательность, есть... Можно что-то предсказать, но не все. То есть, однозначно, есть доля удачи, доля... Потому что есть еще и внешний фактор, есть конкуренты, есть... Ты не знаешь, с чем они выйдут, да, то есть, что произойдет как бы там, ну и так далее. То есть, получается, в фестивале, который вы организовывали, это была как некая интуиция? Либо вы это все просчитали, вы проанализировали, вы поняли, что если вы организовываете на 10 тысяч, то, соответственно, это будет продаж после этого? Нет, этого не было. Мы просто... Во-первых, для нас это шикарный тимбилдинг, потому что у нас вся команда участвует в этом. У нас ребята с... Дорогой какой-то тимбилдинг, получается? Ну, дорогой, но прикольный, потому что ребята продают краску, мы там тусим, и ходят, организовывают там все. То есть, это все наше... Мы отсорсим, не берем, мы сами своими силами. То есть, вся команда участвует? Все абсолютно участвуют, ну, не все там, там, 200 с чем-то, ну, порядка там, треть ребят, они все именно реально вовлечены в это. Это получается, мы... Я реально иду с удовольствием там тушусь, как бы тусуюсь с ними, борося эту краску, там прыгаю, кайфую и так далее, то есть, вместе с ними. При этом, идея у нас, что это приносит плоды для бренда, то есть, повышает узнаваемость. Повышение узнаваемости бренда, по большому счету, невольно генерирует доверие к бренду. Доверие к бренду генерирует продажи. То есть, это вот логическая цепочка, которая так или иначе, она работает. Она работает. Скажи, вот есть, вот в завершении нашего разговора, вот какие рекомендации ты бы дал бы тем людям, которые планируют, ну, думают о том, что бренд это не очень важно. Вот я понимаю, ты очень много времени уделяешь тому, чтобы бренд Дарвин был на слуху, чтобы его репутация была на очень высоком уровне. Почему-то тебе это так важно, первый вопрос. Второе, вот что бы ты порекомендовал тем, кто только начинает свой путь предпринимателей, и у них бренд еще свежий, так сказать, не испорченный, о нем еще мало кто знает, и чтобы правильно войти в струю, чтобы о нем узнали, какие существуют методики. То есть, первое, почему ты так уделяешь много внимания бренду, второе, вот как сделать бренд свой цена? Ну, повторюсь, что по мое мнение, что инвестиции в бренд, в раскрутку самого бренда, даже через косвенные мероприятия, как фестиваль красок, он ничего не имеет общего, да, к продажам телефонов. Но инвестиция в бренд, в его узнаваемость, это повышает доверие, а доверие повышает продажи. То есть я уже это говорил, то есть это логическая цепочка, она реально работает. По поводу рекомендаций, у меня есть две рекомендации. Первое, это учиться, учиться, еще раз учиться, как говорил, да, то есть расти, расти в личностном, то есть личностный рост и профессиональный, вот две плоскости, в котором нужно развиваться обязательно. У меня даже есть такая аксиома, то есть читать нужно, чтение это обязательно, то есть развитие, там тренинги, вебинары и так далее, но чтение это обязательно. И книжки нужно разделить себе на три направления. Первое, это должно быть художественная литература, то есть это и классика и так далее, оно развивает по-своему. Второе, это личностный рост, личное развитие. И третье, это профессиональное развитие, то есть это твоя узкая специализация, в чем ты хочешь быть сильным. И вторая рекомендация, это не бояться рисковать, потому что обычно происходит так, что люди хотят держать зону комфорта, они не хотят из нее выходить, они реально боятся этого и просиживают жизнь в таком посредственном состоянии. Соответственно, нужно не бояться рисковать и вообще не бояться ничего. А если взять бренд, допустим, я начинающую компанию, об этом у меня еще мало известен. В какой момент нужно вкладывать много денег в бренд, в развитие бренда, по твоим ощущениям? А есть много денег? Если есть много денег? А если нету, то нужно постепенно развиваться. Ну, здесь сложный мир, то есть нету готовых решений, коробочных для таких вещей. Здесь все индивидуально, зависит от, как в одной книжке очень классно написано, что ты должен всегда, когда делаешь бизнес, смотреть за ассоциацией с покерным столом. То есть бизнес — это как покерный стол. То есть ты садишься за стол, но при этом приглянись, кто играет за этим столом, насколько сильны игроки. Так и в бизнесе, и на рынке. То есть ты, начиная свой бизнес, ты же делаешь какое-то изучение рынка, да, ты начинаешь щупать, а кто на этом рынке, кто они такие, как они работают, что говорят про них клиенты и так далее. То есть, соответственно, ты понимаешь, ты сможешь, например, дать что-то большее, чем они, или дифференцироваться, или там вытащить какое-то свое преимущество и так далее. То есть вот ответы, поиск ответов на эти вопросы дает тебе, в принципе, какие-то решения, потом ты начинаешь двигаться и так далее. А уже в остальном все индивидуальное. Знаешь, от индустрии к индустрии, бюджеты, капитальные инвестиции и так далее. Тут нет однозначных каких-то ответов. Если вы начинаете, и ваша компания маленькая, для того, чтобы ваш бренд стал узнаваем, и вы понимаете, что вы теперь готовы вкладывать много денег в росту, то прежде всего, вы должны учить себя. Вы являетесь как раз брендом, если вы руководитель стоп-соффектной компании, от вас очень много зависит. Общаясь с Андреаном, я четко понимаю, что этот человек очень много кладывает в себя. Ну и параллельно, конечно, в сам бренд. Вот. Андреан, тебе большое спасибо, было очень интересно. Спасибо, Амир. Тебе желаю удачи, чтобы весь мир знал, и Google в том числе, о компании Дарвин. Спасибо, вам-то боже. Удачи. Амир. Амир. Субтитры создавал DimaTorzok